Привет всем! И сегодня я хочу говорить на тему «Как повлиять на предстоящие события в нашей жизни?» И мы говорим о причинах. Вы знаете, всегда есть причина тому, что происходит в нашей жизни. И когда мы находим эту причину, мы можем изменить свою жизнь, мы можем изменить ход предстоящих событий, мы можем изменить какие-то обстоятельства, в которых мы оказались, мы можем отменить даже грядущее негативное событие в нашу жизнь, мы можем увидеть то, о чём мечтаем. Для того, чтобы всё это получить, нужно знать причину, нужно знать, как это происходит. И сегодня я говорю на тему, которая считается самой важной темой в моей жизни. И это, друзья, наше мышление. Изменив наше мышление, мы меняем нашу жизнь. Когда человек, он находится в инертном состоянии, в своём разуме, и у него всё течёт само собой, он даже не подозревает, что негативные мысли, которые в его голове, они имеют способность материализоваться. Мысль, которая задерживается в нашей голове и повторяется, она неизбежно проваливается в подсознание. Подсознание — это дух человека. И у подсознания есть такова способность — способность материализовать мысль, которая провалилась в него. К примеру, если человек допускает мысль, что он неудачник, что ему в жизни постоянно не везёт, и он принимает это как факт, вы должны знать, эта мысль, которая укореняется в его сердце, она неизбежно притягивает обстоятельства в его жизнь, в его ситуации. И потом он убеждается в том, что так, как он думал, так и произошло. И если человек начинает допускать мысль, что он болен, малейший симптом — женщина почувствовала боль внизу живота или в груди, к ней приходит мысль. А может, это онкология? А может, это что-то серьёзное? Она ходит с этой мыслью. И эта мысль, как правило, рождает чувство. Что это за чувство? Чувство страха. Это чувство негативного ожидания. А вы знаете, что всякое негативное ожидание — это пророческое состояние. И потом, когда она уже приходит к доктору и проходит обследование, ей говорят, да, у вас онкология. Но эта женщина, она даже не знает, что в самом начале, когда у неё заболело в груди или в животе, никакой онкологии не было. И эта мысль, это была просто мысль тьмы. Мысль, которую мы называем негативной, от которой нужно было сразу же отречься. И наша сила в том, чтобы взять под контроль наше мышление. Изменить жизнь можно только таким образом. Когда мы сознательно, на 100% осознанно, мы меняем негативное мышление на позитивное. Мы конкретизируем каждую мысль. Это не просто в общих красках, но это конкретные мысли в конкретных сферах. Когда приходит негативная мысль, то, что с ней нужно сделать, нужно заменить эту мысль с негативной на позитивную. Вы должны начать думать вопреки тому, что вы чувствуете. И вы убедитесь, что если вы повторяете позитивную мысль раз за разом, эта мысль через время провалится в ваше подсознание, в ваш дух, и неизбежно материализуется, и произойдет чудо, произойдет именно то, о чем вы мечтали, о чем вы думали. Дорогие друзья, пусть сегодня в вашей жизни будут происходить только хорошие события, и это зависит от вас. И пусть у вас все получится. В следующей передаче я открою более глубоко тайны нашего мышления. Спасибо за внимание.